МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера вечером центральная честь России взволновалась, на небе появилось северное сияние. Метеорологи объяснили это сильной магнитной бурей. Необычные явления нам удали в Москве, Петербурге, Перми. Тюменцы вдруг тоже начали выкладывать сияющие фото в интернет. Но местные ученые остались непреклонны. Мы под бурю не попали. Правдивые новости выпуска. Меня зовут Дмитрий Чашков от ТСН Тоги. Здравствуйте. Нам есть чем с вами поговорить. Средства от болезни. Государственные аптеки, опыт прошлого и планы на будущее. Безусловно, как и любая другая аптека, организация, которая работает, зарабатывает деньги. Есть ли перспективы? Дом, который устроит всех, фонд арендного жилья. Зачем правительству области может понадобиться новый проект? Вот оно какое наше лето. В регионе началась продажа путевок в загородные лагеря. Гони, гони, моя звезда. Именитые спортсмены со всего мира. У женщин подтвердилась Дарья Домничева, Кайса Макарайнин, Вероника Виткова. Тюмень готовится встретить престижные соревнования по биатлону. Ну и начнем с официальной повестки. Губернатор Владимир Якушев сегодня работает в Москве. Он принял участие в совещании по проекту энергетической стратегии России на ближайшие 20 лет. Обсуждение прошло под председательством премьер Дмитрия Медвезева. Документ в стадии разработки, но основные его положения уже известны. К примеру, долю иностранного оборудования в стратегически важном для страны энергосекторе к 2035 году необходимо снизить до 10%. Предстоит серьезно поработать над улучшением инвестклимата в этой сфере, установив четкие правила и игры. И, естественно, топливно-энергетическому комплексу необходима модернизация. Легких денег будет все меньше, подчеркнул премьер-министр. Окончательный вариант энергостратегии рассмотрят на подробном совещании этой осенью. В едином патриотическом порыве под лозунгом «Мы вместе» страна сегодня радовалась новому государственному событию. Ровно год назад на Красную площадь вышел президент с заявлением, что Крым будет присоединен к России. А уже в 2015-м в каждом регионе свой праздник. На полуострове выходной 140 мероприятий от Москвы до самых до окраин и 365 тысяч человек митингующих. Это по приблизительным оценкам. Тюмени осталась в стороне. Площадь 400-летия приняла неравнодушных к современной геополитике. Там же побивал и мой коллега Алексей Вяткин. Артем Ильюхин пришел на митинг со своими друзьями. Еще за полчаса до начала они появились на площади 400-летия Тюмени, чтобы успеть подготовиться. Я должен быть здесь, поддержать Крым в его благородном стремлении, быть с нами, быть с Россией, быть ее частью и достойно развиваться и процветать на благо будущего всего человечества. В знак чего каждый желающий сегодня мог отправить бесплатную весточку в Крым. Волонтеры ходили по площади с маркерами и открытками. На них тюменцы писали слова поддержки и поздравления. Некоторые подписываются, что это город Тюмень, что они вместе, что наконец-то мы рады вас видеть. Прямо посреди площади развернули полевую кухню. Здесь всех пришедших на митинг угощали горячей кашей и чаем. А в это время артисты исполняли русские и украинские песни, народные танцы. Севастополь испокон веков был городом российской славы, городом морской славы. Поэтому здесь, на мой взгляд, получилось то, что должно было получиться, свершиться с самого начала, когда еще Советский Союз распадался. По данным Тюменского ОМВД, на митинг пришли около 7 тысяч человек. Причем самых разных национальностей, социальных положений, возрастов. У каждого был свой повод находиться здесь. Хорошо. Курорты добавили. Что не делается, все к лучшему. Отец в Первую мировую войну 12 лет воевал. И во Вторую мировую войну два брата сражались там. Так что я должна быть здесь. Мы купили там дачу в Крыму. И сейчас мы просто рады, что так все получилось. В завершении крымчанам передали капсулу с тюменской землей, как символ единства. Митинг-концерт продолжался больше часа. После чего многотысячная толпа хором исполнила гимн России. В Тюменской области рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства за февраль не превысил 1%. В то время как в целом по Уральскому округу этот показатель достигает почти трех. Результаты мониторинга и тему лекарственного обеспечения в целом обсудили накануне на заседании регионального антикризисного штаба. И еще о том, что обнадеживает. Примерно в третий аптек, где такой мониторинг проводился, цены за месяц не изменились. Назорные службы отчитываются, что дефицита лекарств на складах нет. Отмечена была растущая популярность поировочной службе Тюмени «Ваши лекарства». Она позволяет сравнить цены в разных аптеках города. Если в декабре диспетчеры приняли 682 звонка, то уже с начала марта больше тысячи. А у правительства страны осталось меньше месяцев, чтобы принять еще одно решение, которое поможет удержать рост цен на лекарства. 15 апреля министры должны отчитаться президенту о целесообразности появления государственных аптек. Предполагается создание сети из 18 тысяч точек продаж. Говорят, что это поможет снизить стоимость препаратов на 25%. Ну а в Тюмени муниципальные фармацевтические учреждения, между тем, сохранились еще с давних времен. Как эта система работает, расскажет Лариса Соловьева. Через этот отдел в день проходит до 300 клиентов. В первую очередь это люди, к лечению которых требуется индивидуальный подход и дозировки. Тюменские фармацевты готовят нужную смесь. Такие лекарства производят сегодня только в двух аптеках города. Почему? Я иногда заказываю, когда по рецепту выписывают. 119 рублей. А, 119 рублей. Да, прекрасные цены. Для приготовления препаратов содержат целый отдел, но цены при этом практически не выросли. У нас не произошло повышение цен. Единственное, что немного произошло, повышение из-за повышения цен на субстанции, из которых мы готовим. А так у нас не повесились ни тарифы, и наши лекарственные форумы, они остаются доступны для населения. Это муниципальная аптека. Сеть чудом сохранилась в Тюмени. В прошлом году учреждения выставили на приватизацию, но на защиту встало население. И городские депутаты услышали жителей. Сейчас, когда президент призвал развивать сеть государственных аптек, к вопросу о продаже вернуться вряд ли. По задумке правительства, в госаптеках будут продаваться препараты дешевле, что сделает их доступными для большинства населения. Сейчас у Тюменской городской сети цены незначительно отличаются от конкурентов. И все-таки во главе угла стоит неприбыль. Безусловно, как и любая другая аптека, организация, которая работает, зарабатывает деньги, ну прежде всего, я считаю, однозначно, государственные аптеки несут больше социальной нагрузки. Сегодня она выражается в том, что госаптеки открывают свои пункты по запросу населения. Там, куда бизнесу идти нерентабельно. Государственные аптеки открывают там, где нужно, а не там, где выгодно. Несмотря на это, большинство филиалов работают с прибылью. Например, здесь, в Мальково, этот государственный аптечный пункт единственный на 11 деревень, поэтому клиентов хватает. Именно здесь жители близлежащих деревень получают лекарства по льготам. Не будь этого пункта, пришлось бы ездить в Тюмень. В регионе, по сути, уже существуют две государственных сети – городская и областная. Они обеспечивают запас льготных препаратов и доступность лекарств для населения. Лариса Соловьева, Павел Михайловский. Тюменское время. Для населения, похоже, решили обеспечить и доступность ипотеки. Льготные снизятся еще на процент. Теперь не под 13, а под 12 годовых два крупнейших банка страны будут выдавать займы на квартиры в новостройках. Решение понизить ставку было принято накануне на заседание правительственной комиссии во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Причиной такого удешевления ипотеки стало снижение ключевой ставки Центробанка. Уже сегодня утром в Тюменском офисе Сбербанка объявили о готовности выдавать займы под 11,9% годовых. Плюс к этому есть спецпрограмма с застройщиками. Там процент будет еще ниже. 18 марта старт приема заявок. То есть все, можно как бы обращаться. Раз мы принимаем заявки, значит мы готовы после рассмотрения этих заявок заниматься выдачей этих кредитов. Сбербанк России в целом планирует по этой программе выдать 200 миллиардов рублей. Это, с моей точки зрения, достаточно большая сумма, поэтому денег хватит. Ну, к слову, подобные ставки были в посткризисном 2012 году и предкризисном 2009. Для сравнения, в 1999 ипотека выдавалась под 35% годовых и лишь на 5 лет. Доходные дома нуждающимся в правительстве области рассматривают возможность создания регионального фонда арендного жилья. Старительным компаниям, которые отважатся на подобный шаг, предлагают предоставлять налоговые преференции и упрощенные схемы присоединения к инженерным сетям. В свою очередь, активисты Народного фронта говорят об использовании этого проекта для реализации федеральных программ. Доступное жилье, молодая семья и расселение из ветхих и варийных домов. Проще говоря, этим запустить государственно-частное партнерство и в строительстве. Власти выкупают здания в рассрочку и передают их нуждающимся. Все это направлено именно на то, чтобы вот это арендное жилье, оно заработало. Ведь по сути дела, человек если арендует, он ведь платит не за абстрактную какую-то в конечном итоге площадь. Вот она. То есть через несколько лет, допустим через 10 или 15 лет, я пока не могу сказать с точки зрения экономики, это требует проработки и она ведется. Но человек четко должен знать, что это потом будет его жилье. Фонд арендного жилья поможет не только тем, кто участвует в государственных программах. О появлении доходных домов говорят давно, указывая на то, что это значительно выгоднее, чем жить с ипотекой не один десяток лет. Ну, в Европе, к примеру, соотношение личного арендного жилья 20 к 80%. У нас наоборот. И присоединяется Марина Лютова. Марина, здравствуй. Добрый вечер. Да, безусловно, очень интересная программа и очень интересно, как она будет выглядеть, когда ее наконец доработают. Да, тем более то, что в некоторых регионах страны она уже работает. Замечательно. Готовы перейти к обзору тюменских СМИ? Очень интересно, о чем ты сегодня расскажешь. Сейчас узнаешь. Тюменские СМИ сегодня вновь финансируют городскую социальную ярмарку. Она пройдет 21 марта на шести площадках. Сегодня стали известны даже цены на продукты. Ну, к примеру, говядина от 220 до 250 рублей за килограмм, курица – 125, яйца – 48 за десяток и так далее. Еще в этот раз на одну из площадок пригласят фермеров. И если такой опыт окажется удачным, тюменцы на каждой ярмарке смогут покупать продукты не только от крупных производителей, но и от личных хозяйств. Ну и о вечном. Депутаты Тюменской городской думы вновь вернулись к обсуждению вопроса о строительстве в Тюмени крематория. Работа, оказывается, ведется. Есть два потенциальных участка для его размещения – на Червишевском кладбище или в районе Бележанского тракта. Цена вопроса – около 100 миллионов рублей, плюс 10 миллионов на проектно-сметную документацию, сообщает слухру. Впрочем, какие-то реальные подвижки в этом деле появятся не раньше осени. Тем временем, мест для захоронения в Тюмени объективно не хватает. Уже в следующем году учащиеся всех образовательных учреждений области в обязательном порядке будут сдавать нормы ГТО. Сейчас, напомню, это происходит в тестовом режиме. С тем, как в нашем регионе будет внедряться комплекс, власти уже определились. Подробности на сайте правительства. В этом году условные спортивные репетиции еще продолжатся на спартакиадах школ, вузов, трудовых коллективов. А вот с 2016-го свою готовность к труду и обороне должны будут повально подтвердить не только учащиеся, но и сами чиновники и сотрудники всех государственных и муниципальных учреждений. Ну, а, кстати, в твоей возрастной категории, если тебе, конечно, это интересно, нужно пробежать 2 километра за 12 минут, кинуть спортивный снаряд на 19 метров и непременно выберить 25 очков из пневматического ружья. Умеешь? Не знаю, нужно попробовать. Ладно, хоть отжиматься или подтягиваться не заставляют. Ну, кстати, мальчиков в 6 лет заставляют подтягиваться уже 4 раза. Нас с тобой спасает, что мы не дети и не чиновники, поэтому будем по-своему готовы к труду и обороне. Хорошо. Большое тебе спасибо, я продолжу. Для начала весенних школьных каникул остается всего лишь на всего 2 дня. Но сегодня многим родителям пришлось задуматься о том, как их чадо проведет предстоящее лето. В области стартовала продажа путевок в выздоровительные лагеря по программе софинансирования. Согласно ее правилам, сумма личного вклада в отдых ребенка зависит от семейного бюджета и устанавливается, начиная с минимального процента оплаты, 50%. А выбрать жителям региона есть из чего 23 загородных центра не только в Тюмени, но и в муниципалитетах. А как все началось в этом году, я спросил у Ларисы Шиловой, президента областной ассоциации организаторов отдыха. Лариса Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, что с сегодняшнего дня стартовала у вас, наверное, горячая пора, но в принципе всегда, но здесь вот особая подготовка к летнему сезону. Как вообще настроение перед этим всем? Настроение хорошее, боевое, рабочее, потому что сегодня уже родители у нас выкупают путевки по назначенному времени, которые были записаны в электронную очередь. Ну, раньше ведь говорили, что прям ажиотаж у родителей, они все время приходили к вам там в технопарк, да, а очереди выстраивались. Сейчас с этим как у нас делать? В этом году у нас введено такое новшество электронной записи родителей, и они сами вписываются, берут талоны. Эта очередь постоянно, в общем-то, обрабатывается, программный продукт, высвобождаются какие-то места. Вот сегодня вот уже у нас по первому дню есть люди, которые не пришли в назначенное время. Ну, то есть те, кто заходит на сайт, видят то, что все талоны, собственно, уже у кого-то есть. Пусть не расстраиваются, есть еще возможность. Конечно. Было замечено, что в этом году как никогда родители трудились вместе, видимо, с детьми и записывались в разные лагеря под разными именами, то фамилии чуть-чуть меняли, то буквы заменяли, то год рождения, так у нас вообще 1800 какого-то года рождения записан ребенок был. Вот эти талоны все аннулируются, и опять же программа обрабатывает, и снова мы выпускаем в электронную запись. Сегодня хочу сказать, что лето у нас идет хорошо. Лето идет хорошо, я думаю, что мы будем наполнены на все 100%. Но и при этом охват наших тюменских детей мы нисколько не уменьшаем, и мы остаемся на том же уровне, что и в прошлом году. Немножко наблюдается спад весенней каникулы, потому что родитель сейчас, конечно же, выбирает. Если раньше он отправлял весной, осенью, зимой, и летом пытался по софинансированию получить путевку, то на сегодня, конечно же, перед семьей стоит выбор. Либо на летний сезон, либо там еще на какой-то. Поэтому некий такой спад ожидания, что ли. Присматриваются, видимо, просчитывают какие-то позиции. Ну, наверное, это тоже реальные какие-то вещи. Но это вот технические моменты, которые касаются общей программы. А есть какие-то вообще особенности этого летнего сезона? Чего нам ждать? Вот в прошлом году мы ждали олимпийские ребячки, дождались. Весной мы впервые у нас уже с юридической точки зрения открывается Абалакский лагерь, это православный. То, о чем мы говорили, это все действительно мы уже сделали. И первый набор детей уже проходит. Поэтому 23-го числа мы открываем там двери. Это новинка этого сезона. Кроме этого, мы говорим о том, что продолжаем развивать крымское направление. В этом году мы точно так же будем планировать выезд детей наших в Крым, в лагерь, в Черноморский район, в наш подшефный. Лукавить нельзя? Реально, цены везде повышаются. Здесь повышается, там повышается, тут. Вам удается пока сцены сдерживать на путевке? Ну, мы очень детально сейчас отрабатываем этот вопрос вот в плане мониторинга и составления логистики поставщиков. По-разному отрабатываем для того, чтобы все-таки не повышать существенно путевку. Хотя, конечно, коммерческая цена путевки, она возросла, она объективно возросла. И, в принципе, наверное, это тоже неправильно будет, если мы будем сдерживать рыночную цену стоимости путевки именно в наших лагерях. Потому что лагеря должны развиваться, содержать материально-техническую базу. Хотелось бы надеяться, что на самом деле эти все взрослые вопросы экономические никак не отразились на настроении детей, которые будут у вас отдыхать. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Впереди у нас новости районов. После вернемся в студию. Нам еще есть о чем с вами поговорить. Ишим готовится к паводку, чтобы избежать подтопления жилых домов. С улиц города силами спецавтохозяйства ежедневно вывозится до 2000 тонн снега. Параллельно идет промывка пропускных труб и расчистка водоотводных канав. Всего под контроль взяты более 50 адресов. В Задуковске заканчивается реконструкция санатория-профилактория Ингала. Здравница будет готова принимать по 350 человек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем. Закуплено новое оборудование. Здесь готовы предложить большой перечень процедур. 10 детей с заболеванием ДЦП смогут в Тобольске пройти реабилитационный курс ипотерапии в рамках благотворительного проекта «Ключ к жизни». Занятия начнутся в мае. Сейчас организаторы подбирают терпеливых лошадей для лечебно-верховой езды. Галышманова на экскурсию в пожарную часть пригласили самую юную аудиторию. Гостями стали воспитанники с детсада «Елочка» и ученики первых классов четвертой школы. Встречу приурочили к 20-летию отряда противопожарной службы. Этому же событию посвятили выставку творческих работ школьников. Ну а Тюмень, между тем, замерла в предвкушении главного спортивного события весны гонки чемпионов. Кстати, в эти выходные в историческом сквере и на Воронежских горках можно будет выиграть билеты на нее. Для некоторых это может казаться, кстати, единственной возможностью увидеть мировых звезд биатлона. Потому что свободных мест на трибунах с каждым днем все меньше. Подробности у Вячеслава Мартынова. Билеты продаются в кассах спорткомплекса «Центральный», в Киномакс «Космосе» и торговом центре «Фаворит». Но их осталось совсем немного. Самые доступные – в социальный сектор по 200 рублей, на трассу – 300. На центральной трибуны, где будет видно старт, финиш, стрельбище и сцену, цена билетов составит 800 рублей. Более комфортные места обойдутся в 1250 рублей. Билетов в Ложевип уже в продаже нет. Я обычно смотрю их по телевидению. Мы в Жемчужину в Сибири ездим смотрим. Вообще я болельщик биатлона. Мне интересно, как выступит Шипулин, как он будет фуркадом. Очереди в кассе «Центрального» нет, но болельщики постоянно подходят. Билетов уже мало осталось. То, что были самые хорошие места, уже разобраны. Это 8-9 сектор, ближе к старту, финишу. Иногородние болельщики тоже активно собираются на гонку чемпионов в Тюмень. Мы хотим посетить не только биатлон гонки чемпионов и пресс-губернатора Тюменской области, а также ознакомиться с самым Тюменью, устроить какую-нибудь небольшую экскурсию по исторической части города и также посетить знаменитые горячие стотники. С большинством ведущих спортсменов уже достигнут договоренность об участии в гонке чемпионов. Мужчины – это братья Мартен и Симон Фуркат, еще один француз – это Жан-Биангер и Беатрикс, вот два чеха. У женщин подтвердилась Дарья Домричева, Кайса Макарайнин, Вероника Виткова. Из российских спортсменов выступит Евгений Гараничев, а вот Антон Шипулин определится после заключительного этапа Кубка мира. Также пока не решили ехать в Тюмень немецкие биатлонисты. Телеканал «Тюменское время» разыгрывает 100 билетов для своих телезрителей. Нужно подписаться на инстаграм телеканала «Тюменское время», разместить специальную картинку, мы ее подготовили у себя на страничке, сделать хэштег «Я иду на биатлон». Каждый десятый получает билет на биатлон. Главный приз конкурса – флаг телеканала «Тюменское время» с автографами участников гонки чемпионов. Вячеслав Мартынов, Дмитрий Бурматов, «Тюменское время». Тюменская служба новостей продолжает рассказ о вкладе нашей области в общее дело победы. Документальная хроника времен Великой Отечественной в цифрах и фактах. Как Елутровск помог фронту в далеком 41-м году в очередной серии спецпроекта. Город Елутровск. 22 октября 1941 года. Из докладной записки Елутровского райкома ВКПБ. Работа по сбору в ряде организаций и предприятий налажена неплохо. Так коллектив рабочих мехлеспункта сдал 200 пар валенок, 4 полушубка, 60 ватных курток, 15 шапок, 48 пар варежек, 90 ватных брюк, 5 теплых рубашек, 22 пары носков, 20 овчин и 6 тысяч рублей деньгами. Такие колхозники, как Копытов, одел четверых сыновей красноармейцев и сам сдал 3 овчины, 2 килограмма шерсти. Спокойной ночи. До встречи.